Продолжение следует... В числе которых трое граждан Крыгызской республики, должностные лица таможенных органов, пограничные службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. 33 из них санкции суда арестованы. В спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Халжат» и «Харгос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-крыгызском и «Сарагаш» и «Хазухурта» на казахстанско-узбекском участках границы. Контрабандный товар ввозился в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов. Подозреваемым содействовали отдельные должностные лица таможенных органов и пограничные службы, обеспечивавших таможенное оформление по заниженным ставкам и сопровождение груза. Товары направлялись в крупные города Казахстана и Российской Федерации. На казахстанско-узбекистанском участке государственной границы таможенники получали взятки за ускоренное прохождение товаров через пункты таможенных пропусков. Причастные к контрабанде лица предпринимали попытки заручиться покровительством со стороны специальных и правоохранительных органов путем передач крупных денежных вознаграждений. Всего проведенными мероприятиями ликвидировано 8 организованных преступных группировок. Начаты досудебные расследования по фактам экономической контрабанды, создания, руководства и участия в организованной преступной и транснациональной преступной организациях и взяточничества. В санкции суда проведено 76 обысков, в ходе которых изъята значительная сумма денежных средств в национальной и иностранной валютах. Ювелирные изделия, правоустанавливающие, бухгалтерские документы и таможенные декларации. Задержаны две автомашины с контрабандным грузом. Происхождение денежных средств и материальных ценностей будет проверено в рамках досудебного расследования. Следствие ведется межведомственной следственно-оперативной группой. Дело взято на контроль генеральным прокурором. Дело взято на контроль генеральным прокурором. Дело взято на контроль генеральный рамках досудебного расследования. Дело взято на контроль генеральный рамках досудебного расследования.